Крымское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации за возрождение космической отрасли на полуострове. С конкретным предложением уже обратились в Москву. Об этом сегодня сообщил первый секретарь СКОМО КПРФ Олег Соломахин во время праздничного митинга, посвященного Дню космонавтики. Желаем вам доброго полета! Я желаю один, мы желаем вам доброго полета, все нормально! Поехали! Ровно 55 лет назад Юрий Гагарин сказал «поехали!» С этого момента путь человека в космос открылся. Гражданин Советского Союза, коммунист, он был первым. Сегодня этот день – международный праздник. Он добрался и до села Школьная Симферопольского района. Под флагами КПРФ ветераны космонавтики, местные жители и школьники. Значение космонавтики в современном мире понимают все от мала до велика. Без технологий космоса мы уже жить не можем. Даже айфоны наши, и то работают через спутники связи. И для того, чтобы обеспечить все это, необходим космос. Я думаю, что в настоящее время у нас будет с приходом матушки России космос развиваться еще больше. И дома мы будем жить. Ветераны космонавтики вспоминают, Крым в Советском Союзе был основой всех космических наблюдений. Но теперь от этого осталась лишь память. Не зря именно в поселке Школьная стоит этот памятник. Разрушенные здания, заросшая территория. В это трудно поверить, но когда-то это был передовой центр космической связи. Сегодня единственное напоминание, которое о нем осталось – вот эта антенна. Во всяком случае, еще жива и здорова антенна, которая работала по первым лунникам, которая работала по луноходам. И эту антенну, поставленную в начале 60-х годов под руководством Сергея Павловича Куралева, до сих пор можно использовать. Представляете? До сих пор. Ну, современную аппаратуру на нее налепить там, и она будет работать. И мы надеемся, что эта антенна заработает, что ее не сдадут металлолом, как сдали все, что было при Украине. Построенный в 1957 году, этот центр космической связи выполнял важнейшие функции. Начиная от первых спутников, заканчивая таким шедевром, как «Буран», работали с крупнейшими проектами. Ведущие космонавты Советского Союза посещали этот центр. За время Украины разворовали и разрушили здесь все. Надежды на возрождение не было. Появилась она лишь вступлением Крыма в состав России. Теперь космонавтику ждет новое дыхание. У нас есть два измерительных пункта, которые расположены, развиваются. Один в Евпатории, второй перспективный. Может быть, даже здесь у нас будет возрождение. Ну, во всяком случае, большие надежды на то, что Крым заработает и даст большие перспективные выполняемые задачи для Крыма. И для всей космонавтики в целом. Неравнодушных к будущему космической отрасли на полуострове остается и партия КПРФ. Внимание Москвы на центр космической связи в поселке Школьное обратили крымские коммунисты. Здесь нужна помощь. И нужна помощь на государственном масштабе. И я думаю, что нам не откажет, и я уже с ним разговаривал с председателем комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации, комоедом Владимиром Петровичем, оказать помощь непосредственно военно-космическому центру в поселке Школьном. Потихонечку курочка по звернушку клюет, вода камень точит. Начнем со Школьного, потом перекинемся на Юпаторию и поехали, поехали, поехали. Как сказал Юрий Алексеевич Гагарин, поехали. Так и мы начнем со Школьного и дальше будем шагать по всему Крыму. Первый спутник и первый полет, и улыбка Гагарина Юры, Терешкова, Леонов, Попович, Дедов, старт Бурана в песках Байконура. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район.